Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами разбирать компонент форума Кунена, урок номер 71. Итак, переходим в админку нашего сайта и немножко поговорим об обновлении. Несколько дней назад у нас форум обновился, теперь это уже 5.02 версия. В админке на главной странице панели управления вы должны видеть вот такое вот предупреждение. Кликаем на кнопку обновить и обязательно, если у вас уже рабочий сайт, сделайте предварительно бэкап сайта. Если у вас тестовый сайт, то в принципе здесь ничего страшного нет. Вот мы можем видеть, что у нас установлена 5.01 версия, она уже считается старая и сейчас доступна 5.02 версия. На сегодняшний день это третье число, октябрь 2016 год. Давайте обновимся, скорее всего там у нас внесены какие-то исправления, ошибок и так далее. Старайтесь всегда вовремя обновлять все расширения, а самое главное саму Joomla, потому что разработчики очень часто закрывают всевозможные дыры, через которые могут проникнуть хакеры. За этим, конечно же, нужно следить, чтобы потом не было каких-то проблем. Итак, чтобы обновиться, мы ставим галочку напротив, вот здесь вот, да, и нажимаем вот здесь вот вверху слева, кнопка первая у нас обновить, и нам нужно немножко подождать. Итак, Кунана был успешно установлен, сведены об установке, здесь все окей, перейти к форуму, и вот здесь мы можем наблюдать версия 5.02, актуальная версия. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Итак, в этом уроке у нас пойдет информация об редакторе, то есть смотрите, что за редактор, если вы еще не поняли, например, переходим в какую-то категорию форума, зайдем, авторизуемся на сайт как администратор и нажмем на кнопку новая тема. Вот это и есть вот как раз таки вот этот наш редактор. Более подробно о нем поговорим и поговорим о кнопочках. Допустим, вы создаете новую тему. Назову просто тему. Выбираете иконку, пишете какой-то текст для этого поста, и у нас здесь есть такая кнопочка просмотр. Если мы на нее кликнем, вкладочка, это как будет выглядеть у нас уже на форуме. Предпросмотр, так сказать. И давайте посмотрим все пиктограммки, как вообще пользоваться этим делом всем. Тот текст, который, например, вы хотите, на который вы хотите воздействовать, первое это у нас жирность. Чтобы выделить жирным какой-то определенный фрагмент, это может быть из целого предложения, какой-то определенный текст, вы просто выделяете данный текст или, например, просто вот мир выделить и нажимаем на B. У нас B здесь помещается таким, видите, как бы шорткодом, слово мир помещается между шорткодом. То есть все, что находится между вот этими скобочками, тегами, все будет жирным. То есть вы можете прямо отсюда записать какой-то еще текст между этими скобочками, и применится жирность, то есть ко всему тексту, который находится между скобочек. В предпросмотре мы можем сравнить и видеть, что привет у нас выглядит тонким шрифтом, а мир жирным. И здесь принцип пооснован всех этих шорткодов основан именно вот таким образом. То есть смотрите, чтобы плюс еще сделал наклонным, нам нужно не забыть слово мир выделить. То есть, например, если мы хотим именно к этому слову применить еще какое-то значение, мы выделяем и нажимаем один раз на вот этот значок наклон. У нас добавляются еще вот здесь вот теги. В предпросмотре мы можем видеть, что мир у нас теперь идет наклонным шрифтом. И таким же образом мы делаем все остальное. Подчеркнутый следующий символ. Видно, что мир теперь подчеркнутый у нас. И так далее. Следующий у нас идет перечеркнутый текст. Дальше вот эти значения. Ну, вы можете просто потестировать все, написать какой-то текст, выделить, нажать, посмотреть, что это дает. Это такие маленькие буковки у нас получается. Я вот этими элементами совсем не пользуюсь. Это у нас размер идет. Вот наводим мышь, написано size. Выделяем текст, например. Мы можем просто кликнуть по этому значению и написать текст здесь, в всплывающем окне, нажать на кнопку ok. Или же, если мы уже его выделили, мы не нажимаем на кнопку, просто наводим мышь и выбираем размер. Кликаем и вот здесь вот виттер идет размер size 6. Из этого списка это самый большой размер. В предпросмотре буковки у нас стали намного больше, нежели этот текст. Дальше цвет. Ну, здесь уже все просто, да. Наводите мышь, выбираете цвет, подставляется переменная цвета и здесь мы можем наблюдать, что у нас текст стал другим цветом. Следующее маркированный список и нумерованный список. Как задать? Смотрите, вы пишете в колонку ваш текст, который впоследствии вы хотите сделать нумерованным или маркированным списком. Потом это все дело выделяете и кликайте по значку, например, маркированный список. Смотрим. У нас тут не получилось, да. Точка должна у нас находиться под каждым пунктом. Это можно подправить здесь вручную. У нас начинается точка ставится именно вот этими знаками. Вот LE и квадратные скобки. Вот первый текст привет, мир. Мы можем просто отсюда скопировать этот текст, вставить его вот здесь. Теперь это будет назначено на один вот этот пункт. Второй пункт у нас привет, мир. Мы также просто отсюда можем скопировать или же вот это все удалить. Например, у меня текст одинаковый, я просто копирую, вставляю, 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 сколько мне нужно, а потом вот здесь уже будет проще заменить значение. То есть, если текст разный, поменять. Обязательно не забудьте вот этот символ оставить и вот этот закрывающий. Иначе не сработает. И теперь мы смотрим, что точка у нас под каждым символом. Ну и то же самое здесь для маркированного списка. процесс, в принципе, здесь одинаковый. Дальше значение также можете потестировать без меня. Здесь я ими даже не пользуюсь. Здесь принцип такой же. Ну, выравнивание текста, понятное дело. Например, какой-то текст выровнять по центру. Смотрим, вот у нас 666 выставлено по центру. Дальше. Вот этот элемент, ну, также здесь можете посмотреть. Я лично даже его не пробовал. Не знаю, что это такое. У нас идет просто вот в такой рамочке какой-то текст. То есть, здесь можно это использовать как просто рамочка, да. Дальше код. Но это больше подойдет тем сайтам, где показана, например, правка кода. Например, возможно, это форум по обучению языка HTML. Или еще что-то. Очень удобно вставлять вот в такой код кусочки кода, чтобы он на форуме выделялся. Дальше также таблицу можете также посмотреть без меня. Смысла я в ней особо не вижу. Вот эта таблица, там никаких рамочек не добавляется. А вот следующий спойлер. Это достаточно интересно. Но в режиме редактирования мы не сможем просмотреть его работу. То есть, смотрите, вы пишете какой-то текст и хотите заключить его в спойлер. Выделяете его, нажимаете спойлер. Тут же подставляется текст спойлер. В предпросмотре он не сработает. Не думайте, что он не работает. Сейчас мы сохраним пост и на сайте будет все работать. Дальше у нас есть элементы hide. Hide это скрытый текст и еще один элемент скрытия текста. Я сам лично вот этим не пользовался. Но, скорее всего, вот этот замочек это скрытый текст. Например, будут видеть администраторы сайта. Если вы, например, не один администратор сайта, а у вас есть в подчинении еще администраторы. То есть, достаточно такого высокого ранга. Возможно для этого. А вот hide, вот этот щит, это как раз таки скрытие информации на сайте от незарегистрированных пользователей. Мы сейчас это посмотрим. Вот, например, 777 я поставлю, выделю. Это будет от незарегистрированных пользователей. А следующий текст, например, нули я сделаю. Я поставлю под замочек. В предпросмотре также мы здесь особо ничего не увидим. Нам нужно сейчас сохранить. Нажимаем на кнопку отправить. Итак, смотрите, я сейчас выхожу из сайта как администратор. И, допустим, сейчас я зашел как гость. Что мы видим? Во-первых, проверим спойлер. Кликаю вот по этой ссылке, вы видите, спойлер раскрывается. То есть, у нас все работает. Ниже текст мы можем наблюдать. Данное сообщение содержит конфиденциальную информацию. То есть, смотрите, если сейчас мы зайдем под пользователем тест. Авторизуемся. То мы здесь также видим этот текст. То есть, можно полагать, что вот этот вот замочек, который мы с вами выбирали. Это как раз-таки какая-то важная информация, скорее всего, для других администраторов сайта. Сейчас я авторизуюсь как администратор. Зайдем в редактирование поста. Изменить. Следующее у нас изображение. Здесь у нас мы видим вот такие вот символы. Русского языка нет. Вот когда мы видим вот такую конструкцию. И здесь тоже. Это говорит о том, что нету языковых файлов. И поэтому подставляется константа, так называемая, из языкового файла. То есть, это нужно ждать, когда русский язык нормальный. Но нормальная версия русского языка выйдет для форума Кунена. Потому что остаются в некоторых местах вот такие непереведенные строки. Как вставить лучше всего картинки на форум? Как я вставляю на своем форуме? Здесь есть такая кнопка вложения. Я ее не рекомендую вам использовать. Здесь можно загрузить, в принципе, изображение. Чтобы жесткий диск не забивался на хостинге. Лучше использовать сторонний сервис для изображений. Интересный сервис geekpeak.net, если я правильно перевел. Я сам им пользуюсь. Здесь все очень просто. Вот простая кнопочка для загрузки. То есть, на сторонний сервис мы загружаем изображение. И вставляем ссылочку уже на форум. Давайте загрузим какое-то изображение. Например, вот такое изображение. Идет загрузочка. Картинка загрузилась. Мы берем ссылку. Вот оригинальный имидж. Копируем. Идем на сайт. Кликаем на иконку изображения. В первом поле мы можем записать размер. Здесь тег Alt. Это для поисковых машин. И URL. Последнее поле. Мы сюда вставляем URL изображения. Добавить. Здесь это выглядит так. Предпросмотр. В предпросмотре тоже мы можем наблюдать. Кликнем по картинке. Вот так увеличивается. И давайте отправим на сайт. Вот наша картинка встала. То есть к картинке ниже какой-то может быть текст написан. По клику вот так вот в лайтбоксе очень симпатично всплывает. Изображение. Закрываем. Вот так вот вставляются у нас изображения. Давайте отредактируем пост. Нажимаем на кнопку действия. Вот здесь на галочку. Или просто на действия. Изменить. Дальше ссылочка. Вот идет скрепочка. Как вставить ссылку. То есть можно нажать на скрепочку. Первое URL. Здесь вы пишете URL. Куда должно перевести ссылка. Может быть это внутренняя страница вашего сайта. Я пока просто поставлю решетку. И текст ссылки, например, скачать. Добавить. Выглядит это так. Нажмем отправить. Так. Не получилось. Изменить. Попробуем вставить прямо URL. Отправить. Вот теперь у нас работает ссылочка. То есть саму ссылку не видно. Видно только слово. По клику у нас перебрасывает на наш сайт. Дальше идем изменить. Ссылку уберу. Видео. Давайте попробуем вставить видео с YouTube. Возьму URL своего видео. Здесь что мы можем видеть. Мы при наведении видим еще всплывающие два пункта. Давайте проверим сначала первый вариант. Здесь смотрите размер видеоролика. То есть эти поля можно в принципе не трогать. Provider. Вот здесь в списке выбрать. Например, YouTube. И не всю ссылку, а только ID. Можем вставить. ID у нас идет после знака равенства. То есть нашу полученную ссылку. Вот ID ролика. И вот здесь я вставляю. Добавить. В предпросмотре, наверное... Нет, в предпросмотре мы тоже можем видеть, что у нас все работает. И видео запускается. То есть в предпросмотре тоже все работает. Также вы можете вот так вот выделить и назначить это по центру. И ролик у нас встает по центру. Теперь давайте попробуем вставить видео вот отсюда. Просто URL. Встанет ссылка целиком на YouTube. Или это какая-то другая должна быть ссылка. Возможно, это ссылка, если мы видео загрузим на хостинг. Добавить просмотр. А, ну в принципе, с YouTube так тоже вставляется. Видно, ролик отображается. Давайте запустим его. Да, у нас все работает. Вот таким образом вставляется видео. Дальше у нас идет карта. Например, Google. Честно говоря, я ни разу карту не вставлял на форум. Считаю, что здесь это вообще не нужно. Но если кому-то нужно будет показать, как это делается, если сами не разберетесь, пишите в комментарии под этим видео. Разберем эту ситуацию, как вставить карту Google в пост на форуму Кунена. И у нас остается здесь еще смайлики. Ну, тут уже все понятно. Кликайте по тому смайлику, который нужен. Он здесь прописывается. Не забудьте только сначала выбрать место. Например, в самом конце, чтобы появились смайлики. Это я удалю сейчас. Вот еще раз давайте проверим. Предпросмотр. И в предпросмотре мы можем наблюдать смайлы. Так, давайте. Про вложенность я уже поговорил. Причины редактирования. Вы можете написать причину. Когда редактируете, например, пост человека, который вам что-то написал. Нажму отправить. Что у нас здесь есть еще? Давайте перейдем в общую категорию. Вы смотрите. Темы. Общие темы. Вот этот значок что означает? Содержит мои сообщения. Переходим внутрь. Смотрите, что мы можем сделать еще. Есть кнопочки наверху. Ответить в теме. Это вы отвечаете, да? Можете сами себе ответить или же ответить человеку. Дальше. Отписаться. В принципе, здесь по-русски всплывают подсказки. Если вы не хотите больше получать уведомления именно в этой теме, ответы, когда будут поступать, вам ответы больше не будут поступать, когда вы нажмете на кнопку отписаться. Но так как вы администратор, отписываться я вам не советую ни от одной темы, потому что вы должны следить за вашим форумом, что там происходит, отвечать на вопросы. Дальше. Важное. Добавить эту тему в избранное. Если мы нажмем важное, у нас сообщение показано, что тема назначена. Мы перейдем в общую категорию. И вот здесь появляется звездочка. Избранное. То есть как бы важное. То есть это просто звездочка рядом с постом. Дальше. Есть кнопка модерация. Удалить тему можем, как администраторы. Модерировать тему. Давайте кликнем. Это хорошо подойдет, когда вам нужно переместить тему, поменять значок. Например, вопрос решен. Поставить галочку. Следующая вкладка. Например, человек ошибся разделом и создал пост не в том разделе. Вы можете отмодерировать и перенести тему в другую категорию. В ту, в которой она должна быть по своему смыслу. Дальше. Назначить категорию. Понятно. Назначить тему. То есть вы можете переместить саму тему. И, соответственно, заголовок темы. Установить тему для всех ответов. Галочку поставить. И так далее. Когда вы здесь все сделаете, нажимаем на кнопку продолжить. И у нас все сохранится. Смотрите. Дальше. Смотрим. Прикрепить. Прикрепить эту тему. И закрыть. Посмотрите. Если мы нажмем прикрепить. Страница обновляется. И у нас сообщение, что у нас прикреплен пост. Если мы перейдем в общую категорию. Смотрите, что значит прикрепить пост. Запомните. Наша тема называется 5555. И статус у нее решено. И если кто-то пишет в этом разделе новую тему. Или пишите вы. Например. Другое название. Нажимаю отправить. Переходим опять в шаблоны. То обратите внимание. Новый пост, который я только что создал. 8.8.9.0. Он по умолчанию становится ниже нашего закрепленного поста. То есть это может быть пост, например, правил. Именно правил пользования форума. Именно в этом разделе. Тогда он будет всегда наверху. Вот понятно, да? Зачем нужна вот эта опция. Закрепить. Также, когда вы нажимаете закрепить. Вместо этого появляется открепить. Когда это вдруг станет ненужным. Можете нажать открепить. И тема не будет прикреплена наверху. То есть она снимется оттуда. Дальше есть закрыть. Давайте посмотрим, что это такое. В принципе, там в подсказке все написано. Появится замочек. И пользователи не смогут в этой теме писать комментарии. Давайте посмотрим в общую категорию шаблоны. Здесь появляется замочек. Вот видите, замочек появился. Вот здесь красный такой. Вот что значит тема закрыть. И также здесь появляется открыть. В какой-то момент вы сможете открыть эту тему, если это нужно. Прокручиваем страницу ниже. Здесь идут дублирующие кнопки с теми же действиями. Ну, быстрый ответ мы уже с вами смотрели. Быстро ответить в теме. Действия. Ответить. Цитировать. Изменить. То есть как администратор, вы видели, вы можете изменить любой пост. Даже написанные другим пользователям. Модерация и удалить пост. Но это то же самое. Об этом уже говорили. Модерация тема. Это то же самое. Только здесь еще есть вкладка «История блокировки». И здесь есть то же самое. Назначить нужную категорию. Вернуться. Кликнем. И здесь еще кнопочка есть «Пожаловаться». В всплывающем окне, конечно же, это вкладка для пользователей сайта вашего. Причина – ваше сообщение. По поводу модераторов, это будем мы разбирать в следующих уроках. Как назначить модератора и так далее. Настройки модератора. Также, если мы посмотрим в общую категорию всех тем, мы можем здесь подписаться. Кликнув на кнопку «Подписаться», и в сообщении будет написано «Вы были подписаны на эту категорию». То есть на всю категорию вы подписаны. У нас категория «Шаблоны джумлы». Какие тут сообщения бы не были, вы будете получать уведомления. И кнопочка сменилась как на «Отписаться». Также можно отписаться от всех тем разом. Тема прочитана. Но это просто помечается, как все темы прочитаны, если это нужно. Я вообще никогда не пользуюсь этой кнопкой. И, соответственно, новая тема – это создается пост на форуме. Здесь уже все понятно. Ваши пользователи смогут это создавать, если вы, конечно же, в настройках им не запретили это делать. На этом я урок заканчиваю. Если для вас он был полезным, ставьте, пожалуйста, лайк. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Чтобы не пропустить мои новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, не важно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok